Если вы ведете слово Duster в Google Translate, то он переведет его как пыльник. И это выражение целиком подходит для нашего сегодняшнего автомобиля, а именно Renault Duster. Или, как в народе на него еще говорят, Duster. Этот автомобиль популярен не только в странах СНГ, но и в Европе. И нам интересно, в чем заключается эта популярность и оправдана ли она? Встречает по одежке. С этим у Renault Duster все в полном порядке. Конечно, писаным красавцем его не назовешь, но во всяком случае его внешность гармоничная не отталкивает. Ведь чаще всего бюджетное авто представляет из себя что-то несуразное и неказистое, сделанное из того, что было. А дизайн Duster фактически разрабатывался с нуля. Его изначально задумали таким, как он получился. Дутые арки придают автомобилю брутальности и мускулистости. Благодаря им Duster смотрится больше, чем есть на самом деле. Картину дополняют рейлинги на крыше и по-внедорожному высокий клиренс. Открыть багажник и запачить руки довольно сложно. Зато он просторный и составляет почти 500 литров. А если сложить заднее сидение, то он увеличится более чем в три раза. В этой нише расположился домкрат. А если поднять пол, то мы видим полноценное запасное колесо. Попадая внутрь, начинаешь понимать, на чем сэкономили производители. Салон почти полностью перекочевался до из Логана предыдущего поколения. Из электроники, обеспечивающей комфорт, только это магнитола, поддерживающая USB-флешки. Ну и кондиционер. Климат-контроля, как такового, нет ни в одной из комплектаций. Если брать самую бюджетную версию, то здесь вас будет радовать только подушка безопасности и прикуриватель. И именно такие машины интересуют многих людей. Но, как утверждает автопроизводитель, таких автомобилей всего пара процентов от общей массы выпускаемых Duster. И людям приходится выбирать версии побогаче. Ну, например, как у нас. Возможно, следует упомянуть о том, что везде жесткий пластик. Дизайн интерьера клонит сон. А эргономика некоторых блоков управления вызывает недоумение. Например, гудокка в «Газели» находится на рычаге под рулем. Регулировка зеркал под ручником, а кнопки стеклоподъемником на центральной консоли. Но, с другой стороны, бюджетом кроссовере и не ожидаешь увидеть обилие кожи и хрома. Здесь все сделано в угоду практичности. Пусть пластик жесткий, но он не скрипит и приятный на вид. Ткань на сиденьях устойчива к протиранию. А к эргономике быстро привыкаешь. Наказано владельцами Логанов. Переместившись на задний диван, видим, что на нем нет никакого рельефа. Зато есть три подголовника. Так что три взрослых человека поместятся здесь с удобством. И остается достаточно местон головой, но и туннель на полу совсем невысокий. Если в базовой версии внешность Duster еще вызывает нарекания, то в более дорогих версиях с окрашенными цвет кузова, бамперами, литыми дисками и рейлингами на крыше, у нас, как у матросов, нет вопросов. При покупке пыльника вы можете выбрать несколько вариантов двигателей. Им может быть бензиновый 1.6 или 2 литра, мощностью 102 или 135 лошадиных сил. Либо дизельный агрегат с небольшим табуном под капотом в 90 лошадей. Именно такой стоит у нас. Что странно, автомат ставится только на версии с передним приводом. Если вы хотите машину с подключаемым задним приводом, то вам придется постоянно маслать ручку. Почему нет версии 4х4 и с автоматом, неизвестно. У нас автомобиль с полным приводом и, соответственно, с ручной коробкой передач. Их 6. Но передачи с 1 по 4 сделаны очень короткими. При езде в городе от светофора к светофору это не очень удобно. Но на трассе быстро доходишь до 5-6 уже на скорости 70 км в час. Ну а дальше едешься спокойно. Говоря про короткие передачи, я подразумеваю действительно короткие. Первая передача на бездорожье заменяет пониженную и позволяет развить скорость до 6 км в час. Полный привод здесь подключаемый, перекочевал сюда из Ниссан Кашкай. Задние колеса вам будут помогать до скорости 60 км в час, а затем просто отключаться. Но этого вполне должно хватить до уверенной езды по грунтовкам, ну или снежной каши. Естественно, нужно адекватно оценивать, что это не джип с большой буквы. А кроссовер за скромные деньги. Поэтому в болото или ям его загонять не следует. Ведь от нагрузки муфта может перегреться и отключить задние колеса. Оставив вас без помощи. Заметно, что автомобиль делался для размеренной езды по городу, либо поездок на дачу со всей семьей. Какие-либо драйверские амбиции он не удовлетворит. Нажимая на педаль газа, слышишь, как двигатель обращается к тебе. Может, еще немного побудем за этой фурой. Но все это позволяет экономить топливо. Заявленный расход составляет 5,5 литров в смешанном режиме. На практике оказалось немного больше, но все равно отличный результат. Так что такое Renault Duster? Это автомобиль с интересным дизайном и не столь оригинальным салоном. Он простой как двери и поэтому должен быть надежным. Он честен и понятен. Предлагает себя абсолютно голого минимальной комплектации. И только вам решать, что нужно в автомобиле, а что нет. Но только смотрите и не переусердствуйте. Ведь набирая опции, теряется одно из самых главных конкурентов преимуществом автомобиля. Его цена. С вами был Андрей Лыксов и Сергей Зайцев на сайте car4man.com Пока!